Лето уже на пороге, на Аняжском озере открыта навигация. На остров Кижи уже тянутся путешественники, чтобы прикоснуться к старинной культуре и первозданной природе русского севера. Кижи являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а это предполагает не только бережное отношение к находящимся на острове памятникам деревянного зодчества. Вопрос инфраструктуры не менее важен. На острове долгое время не было современных инженерных сетей. Лишь в 2017 году в этом отношении наметились позитивные изменения. Специалисты карельской компании «Альминда» провели скрупулезное исследование территории музея-заповедника и подготовили необходимые технические решения. На сегодняшний день требования экологической безопасности ужесточаются, уровень жизнедеятельности людей все выше и выше, и остров Кижи должен этому соответствовать. Мы провели большую работу по инженерным сетям. Это канализационные очистные сооружения, система транспортировки стоков до отчистных сооружений и системы очистки воды для питьевого водоснабжения того населенного пункта. Это первого этапа острова Кижи. А если говорить поподробнее об этом оборудовании, что оно из себя представляет, где произведено, дорого ли это все обслуживание? Данное оборудование там целый комплекс. Это первый этап инженерных сетей остров Кижи, который включает в себя система очистки и подготовки воды для питьевых нужд. Это насос повышения давления, система очистки воды, резервуары хранения чистой воды. Подготовив чистую воду для нынешних туристов нашего острова, мы сделали транспортировку стоков. Это подземное исполнение канализационной насосной станции нашего партнера компании «Хеликс» с высоким уровнем автоматизации и контроля работы насосного оборудования немецкой компании «Вилла». И самый важный и ответственный момент – это очистка хозяйственных бытовых сточных вод. Техническое решение, которое мы предложили совместно с нашим хитрозаводским проектным институтом, это две линии очистки. Уникальная биология с блоками доочистки и обеззараживания стока с возможностью сброса водоема высшей категории. То, что является наше Онежское озеро. Была выполнена серьезная работа и согласована с ЮНЕСКО. Это виализация данного оборудования. Как это оборудование будет смотреться в архитектуре всего нашего острова. Никаких поверхностных надставных элементов. Использованы такие технические уникальные решения, как с погружными немецкими воздуходувками, которые работают абсолютно бесшумно. Минимальные выбросы в атмосферу. То есть, грубо говоря, туристы этого даже не заметят, что это есть. Туристы даже это не заметят с разных точек нашего острова. То есть, это будет все очень интересно, архитектурно вынесено, закамуфлировано различными посадками, насаждениями. При возможном выходе какого-либо оборудования из строя у нас есть еще установлено оборудование, которое справится со всеми объемом стоков или очистки воды. То есть, это очень важно для острова. Резервный вариант всегда. То есть, дублирование оборудования как в перекачке стоков, так и в очистке стоков. Возможности правильно, грамотного, сервисного обслуживания. По поводу сервисного обслуживания, мне кажется, почему-то, что такое оборудование высокотехнологичное, оно требует и высококвалифицированных специалистов, которые там должны всегда находиться, следить за этим и так далее, контролировать. Большое внимание было уделено именно надежности оборудования. Нахождение высококвалифицированного специалиста на острове, который занимается наладкой, контролем работы, необходимости нет. То есть, персонал острова Кижи, технические специалисты могут контролировать все эти процессы буквально со смартфона. И уже совсем в ближайшее время остров Кижи будет на высоком уровне, технологичном, экологичном и туристам будет все приятнее и приятнее приезжать к нам в республику Карелия и посещать нашу жемчужу. Музей Кижи, да, это здорово, но мне кажется, что сейчас в нашей республике очень много населенных пунктов есть, которые, ну, грубо говоря, живут без удобств, без воды, без каких-то инженерных систем. Реально ли использовать вот то, что вы делаете там, на острове Кижи, в каких-то других карельских районах, в других локациях, в населенных пунктах? Мы работаем по всей республике Карелия уже долгие 15 лет. Выполняем работы и проектируем очистные сооружения для малых населенных пунктов. На сегодняшний день идет поставка очистных сооружений компании «Альта Групп» населенный пункт «Ладова». Это 150 метров кубических в сутки производительность данных очистных сооружений с уникальной биологией, с блоком доочистки и обеззараживания стока. Также у нас есть интересный объект спортивный. Это объект «Ялгора», где также стоят очистные сооружения с блоком доочистки и обеззараживания, с возможностью отвода очищенной воды в поверхностный водный источник. Есть небольшой объект в городе Оланце, где идет реконструкция стадиона. Там тоже будут наши современные очистные сооружения. Технологии у нас совершенствуются, они становятся более энергоэффективными. И самое высокое требование, которое сейчас определяется к любому оборудованию, это отсутствие персонала, который должен ежедневно содержать, обслуживать. Оно должно быть автономным. Самые лучшие показатели, это когда к оборудованию в течение трех месяцев, квартал, не подходишь. Оно автономно работает, само себя диагностирует, выводит все показатели доступным образом на саморфоны, на телефоны, либо на операторскую. Это комфорт, качество, безопасность. То есть кувалды тут не требуется, чтобы это работало? Кувалды тут не требуется. Компания «Альминда» начала работать над проектом на острове Кижи в 2017 году в тесном сотрудничестве с директором музея-заповедника Еленой Богдановой. За это время специалистами были проведены все необходимые исследования и подготовлена проектная документация, которая уже прошла государственную экспертизу и была согласована с ЮНЕСКО. Проект планируют реализовать до конца 2019 года. Уже в ближайшее время на острове Кижи появятся уникальные очистные сооружения, благодаря которым музей-заповедник выйдет на мировой уровень экологической безопасности. Для жителей острова, сотрудников музея и многочисленных туристов, посещающих жемчужину Карелии, будет обеспечен высокий уровень комфорта и удобства.